Красноярцы игнорируют знаки «Купаться запрещено» и заходят в воду в диких пляжах. Разумить граждан и вытащить их из опасной воды решили полицейские и представители администрации районов. Рейд проходил на озере парк «Октябрьский». Жара сделала свое дело и у воды не протолкнуться. Однако пляж здесь, как и большинство, в городе открыт только для загара. Но отдыхающих такой расклад не устраивает и многие на свой страх и риск лезут в воду. Проверяющие раздавали нарушителям памятки о том, как безопасно провести время на воде. На тех же, кто не спешил покинуть озеро, составляли административный материал. Теперь им грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Отдыхающие говорят, плавают в запрещенном месте из-за отсутствия безопасной альтернативы. Что это? Ну, показуху это сделали. Сейчас вы прошли, отошли, мы снова полезем в реку. Что, не полезем в озеро? Полезем. Водоемов не хватает для города. Вот я с Копылова приехала сюда. А почему не поехали на Острове? А там что, ближе? Там тоже не ближе. Ну, там хотя бы безопасно. Там один пляж оборудования и все. А остальное не сей. Пожалуйста, ныряй и утопись. Как добраться до водоема-то? Хочешь уже жарать. Это не опасность. Это не опасность. Опасности намного больше вокруг нас окружают. Однако специалисты говорят, таблички «Купаться запрещено» стоят не для красоты. На то есть ни одна веская причина. Не очищено дно водоема, отсутствие постспасателей. Поэтому рейды будут проводить до конца лета. Сейчас единственное разрешенное место, где можно окунуться в Красноярске – водоем возле Октябрьского моста на острове Татышев. Там проведены все мероприятия и получено санитарное заключение Роспотребнадзора о том, что вода и песок соответствуют нормам. В остальных местах заходить в воду опасно. Исследованы ни подходы, ни поступки, что там творится над ней, какие бетонные, металлические изделия и так далее. Уже не раз случаи были такие. Естественно, нет никаких медпунктов, нет никаких спасателей, которые могли бы оказать помощь.